В этом видео я хочу рассказать и показать полный процесс написания картины. Это негритянка на желтом фоне. Написал ее примерно за 40 минут. Ставил себе задачу сделать картину за полчаса. Очень часто я ставлю себе такие задачи для того, чтобы отсекать лишнее в процессе. Когда вы ставите очень короткий период времени, вы не будете отвлекаться на какие-то мелочи, которые не важны для результата. Не так важны. По крайней мере в начале процесса. Начинаю я, как вы видите, с силуэта. Силуэт довольно-таки простой у девушки. Заложил средним коричневым полупрозрачным цветом. Довольно жидко. Дальше уже, смотрите, я нахожу темный самый. У меня процесс практически такой уже. Постоянно так именно работа происходит. Сначала я нахожу каким-то средним тоном весь силуэт. Какие-то основные формы. Мозг уже начинает понимать, что и где примерно находится. Дальше уже начинают работать контрастами. То есть самые темные в первую очередь. Белые и светлые оставляю на потом, потому что у нас есть уже белый холст. Это уже дает нам, соответственно, белый. Вот, и как видите, я нахожу самые темные. На голове сделал прям практически черный, а на лицо добавил красноты, чтобы не было такого именно прям черного цвета. Вот пропорции лица, как вы знаете, есть основные такие. Основные пропорции, такие как лоб. Например, величина лба примерно равна величине от бровей до основания носа и от основания носа до подбородка. Вот дальше, смотрите, когда я их нашел, какие-то основные формы. Дальше взял уже светлые и нашел самые светлые. Самые светлые часто замешиваю желтый, белый, красный. Вот, но в зависимости от освещения бывают и самые светлые и холодные. К примеру, просто там белый, голубой, может быть, чуть красный. Тут уже нужно будет смотреть всегда в своем варианте, на своем референсе. Этот портрет, естественно, я делаю по фото. Вот, и кисточку взял уже поменьше. Начинаю уже по чуть-чуть обрабатывать, более мягкие переходы делать для разных форм. Но тут очень важно не брать какую-то мелкую совсем кисть. Я взял кисть поменьше, но она на самом деле не маленькая. Размер у нее примерно где-то 12, может быть, она скошенная. Скошенная кисть довольно-таки удобная часто для каких-то волос. Ну и, в принципе, плоская тоже хорошо работает, как плоская кисть обычно. Просто она еще и позволяет какие-то тонкости тоже добавлять, потому что у нее есть кончик такой скошенный. Вот, смотрите, добавил когда я теплых цветов, оранжинговых, потом взял резко синий, темно-синий, да, и холодным уже обозначает тени и темные разные участки. Здесь интересно то, что получается очень часто правило работает, что свет у нас, если у нас свет теплый, то тени холодные. Вот в данном случае я решил, что свет у нас теплый, тени холодные. Именно говорю, что решил, потому что часто на оригинальном фото не видно. Практически не видно, какой свет или тень холодные должны быть. Второй момент, я часто беру и пробую то, что вот вообще до этого не пробовал. Какие-то резкости, естественно, то есть эксперименты. Естественно, они не всегда удачные, но очень много осознаний приходит, когда пробуешь то, что никогда не делал. Более того, когда у вас есть какое-то сопротивление или страх, попробовать какой-то цвет, тогда, знаете, именно смело. Значит, нужно это пробовать, потому что очень часто за этим страхом скрываются очень большие возможности. Ну вот синяка я добавил. Смотрите, я уже работаю с губами. Губы у нас здесь снимают и зубы довольно много внимания берут на себя, потому что глаза закрыты, ну и, собственно, остаются у нас самые такие, это губы и зубы, которые больше всего, с которыми придется поработать. Губы чуть-чуть обозначил, обозначая немножко нос. Подбородок у меня часто остается в самую последнюю очередь, доработка. То есть я его часто прибавляю либо убавляю. Ну и, собственно, здесь уже потихоньку уточняю мимические морщины разные. Не бойтесь, точнее не бойтесь, а почаще отходите подальше от картины. Смотрите, как она смотрится издалека. Старайтесь не фокусироваться в начале на детали, фокусируйтесь на общую такую форму. То есть можно прям прищуриваться смотреть, не фокусироваться смотреть. Вот зубы уже, смотрите, какие-то нахожу. Потихоньку уточнять уже даже начинаю. Уточнения в процессе необходимы небольшие для того, чтобы уже точнее увидеть, правильно ли мы нашли эти формы, объемы. Фон, соответственно, я часто в начале не трогаю, пока есть возможность поработать с основными формами портрета, потому что часто фоном потом отсекается лишнее на силуэти, то есть уточнение ведется. Вот пока вам еще не понятно, насколько точнее нужно отсекать силуэт, к фон можно не приходить. Но бывает так, что фон очень влияет на освещение портрета, если фон особенно очень темный, то его есть смысл сделать параллельно с портретом. То есть мы и наметили силуэт, там более-менее разложили какие-то формы и уже переходить к фону. Уголки губ очень часто нужно прям затемнять хорошенько для того, чтобы у нас они закруглялись. Вообще, в принципе, лицо состоит из таких округлых форм практически все, и нужно понимать, что если освещение у нас падает, например, на носу, да, на самую верхнюю часть, то с боков свет не такой активный, не такой интенсивный, соответственно, должно быть там темнее. На глазах то же самое, у нас шарики спрятаны под веками, и нужно взять, добавить свет с одной стороны, с других сторон постепенное затемнение. Смотрите, в щеке уже этот пробы голубой. Я в данном случае не знаю, что получится в итоге, поэтому экспериментирую с цветом. Очень часто пробую цвет, он мне не понравилось, я его убираю, либо там немножко смазываю. Вот смотрите, сейчас добавил бирюзовый цвет, какие-то светлые, холодные добавляю. То есть сколько вот я уже довольно много сделал таких портретов цветных, до сих пор я часто ошибаюсь, до сих пор я пробую, мне не нравится, я убираю другой, пробую цвет. Часто бывает несколько раз пробуешь разные цвета на одном и том же месте, и постепенно находишь то, что откликается. То есть тут часто не пытаешься какие-то знания применить, а просто пробуешь и на ощущениях уже соответственно оставляешь тот, который больше нравится. Вот бирюзовым, смотрите, выделил ресницы, брови, причем верхнюю часть ресниц, нижнюю оставил темной. Вот уже потихоньку формируется портрет. Очень здорово преображается картина, когда вы используете разные по температурам цвета, причем очень сильно разные. То есть, например, у нас были теплые цвета, потом я перехожу к совсем холодным, противоположным, и очень здорово преображается картина. Смотрите, когда я добавил холодные цвета на свет, на самые светлые, на губы, картина просто очень здорово преобразилась. Стало как-то намного естественнее, хотя казалось у меня изначально свет теплый, да, тени холодные. Если бы я такому правилу чисто руководствовался, я бы не попробовал холодный цвет на самые светлые. Вот, но тут я решил попробовать и соответственно очень мне даже понравилось. Вот тут уже образ, по сути, сформировался. Я начинаю уже уточнять детальки. Прошло, получается, у меня, если по времени, без ускорения, около 20 минут, а ускорен, собственно, видео у меня в два раза. Чуть больше, чем в два раза. Вот и, собственно, мы сейчас... А, вот даже желтый у меня пошел. Очень часто я руководствуюсь такими мыслями, что, например, я набрал какие-то цвета, да, пробую те цвета, которые я не пробовал. То есть разные. Вот сейчас ноутбук, например, попробовал желтый, мне не понравилось. Взял красный, набрал. И так, собственно, продолжаю до тех пор, пока не найду то, что ищу. А часто в процессе я не знаю, что я ищу. Я просто хочу сделать красиво и, соответственно, пробую разные варианты. Вот уже подошел к шее. Кисточку, смотрите, сделал поменьше. Здесь вот прямо на шее можно было бы и той большой кисточкой работать. Ну, так как в руке у меня была эта кисть, я пока ей все и прорабатывал. Размер у этой кисти примерно пятерка, я так думаю. Смотрите, самое все-таки важное здесь и для объемов это тональности. То есть у вас самые светлые, самые темные части по тонам должны соответствовать. И самое сложное это средний тона найти. То есть средний тон это где-то между светом и тенью. И если он у вас не подходит по тону, то есть светлее или темнее, то он будет уже формы искажаться. Или смотреться неестественно. Очень часто у меня такое было, что я, например, делаю какую-то форму, а она у меня не смотрится естественно, реалистично. И как только я подбираю тон, то есть не меняя какие-то там формы именно по размерам, как только я нахожу тот именно цвет, именно тот тон, который нужен, то прям эта форма становится очень реалистичной, настоящей. Вот, и каждую форму я сейчас от подбородок, например, я взял тенюшечку чуть-чуть, сделал оранжевой и сразу у нас подбородок округляется. И так нужно по-хорошему с каждой формой проработать. Конечно, когда работаешь в таком режиме быстром очень, можно много что не заметить, пропустить. Но для этого есть, я часто использую как второй сеанс. То есть, например, вот эта у меня картина заняла 40 минут, и потом я обязательно, на свежий взгляд, через час, может быть, сильно надолго тоже оставлять не стоит, то, что у вас, вы утратите то настроение, о котором писали эту картину, и уже захочется либо вообще переделать все, либо еще что-то, можно попортить то первое впечатление, которое было. Поэтому там через час, к примеру, вообще можно даже через 15 минут там чаю попить, подойти и какие-то детальки подправить. Еще очень часто я фотографирую, скидываю на планшет и ставлю картинку изначально оригинала и фотоработу вместе рядом. Смотрю, что, в каких местах проигрывает, например, оригинал. Смотрите, начинаю делать фон. Замешал цвет такой довольно сложный, какой-то фисташковый. Причем, получается, сначала я его замешал вот такой, я его сейчас таким сделаю, а потом я понял, что не хватает какой-то яркости, сочности до картины, я уже буду изменять цвет, но это вы сейчас все увидите. Не бойтесь заходить на сам портрет, когда вы делаете фон, потому что пальцем потом все это можно опять подвинуть куда нужно. Вот, и наоборот, даже если будут чуть смазанные границы, будет здорово смотреться. Естественно, у нас всегда разные какие-то пространства и предметы пространства, они всегда на границах немножко размыты. Не может быть так, чтобы оно было супер четко, резко. Может быть, это связано с нашим зрением, что оно все-таки всегда часто немножко размывает, что ли, границы. А может быть, это просто предмет и окружение его всегда друг с другом связаны, да. И, можно сказать, на их границах они друг с другом смешиваются. Вот опять я использовал ту же кисть наклонную для того, чтобы полностью все закрыть. Вот мне поначалу это понравился, в принципе, фон, но потом захотелось яркость. Сейчас я ее буду искать. Идут, уточняю, немножко скулы. Вот, собственно, такой классический подмалевок, который я сделал за полчаса. То есть я закрыл все в цвете. Ну, хотя нет, это не классический подмалевок, это уже довольно-таки проработано. Работа. Классический подмалевок обычно более очень грубо все сделано. Пальцы очень часто прям хорошо работают. Здесь, когда у вас все в цвете закрыто, вы можете двигать как фон в сторону портрета или как портрет в сторону фона. То есть двигать можно. И вот я, смотрите, намешал сейчас желтый цвет. Понял, что нужно как-то сделать поярче. Как только я начал делать, сразу прочувствовал, что это прямо очень даже здорово смотрится. И, видите, по сырой прям краске предыдущей я прям начал вгонять этот желтый. И очень хорошо, когда вся сырая краска делает с перехода. Здесь я даже немножко поработал правой рукой, смотрите. Вот уже она проявляет облик той законченной картины, которая, соответственно, получилась. Есть некая прелесть в таких картинах, которые очень быстрые. В них прям настроение очень хорошо читается, потому что у вас есть определенная энергия в этот момент. И вы ее прям без остатка вливаете, максимально концентрируясь, да. Потому что нужно же, ну, если задача у меня стоит за полчаса, за сорок минут, я себя подгоняю максимально. И максимально концентрируясь в этот момент. Когда мы максимально концентрируемся, у нас энергия течет очень прям такой рекой в одно место. В данном случае в картину. И очень здорово часто получается. У меня, по сути, многие вот такие картины, которые, и вот эта в том числе картина, они продались довольно быстро. Буквально успела высохнуть, и сразу продалась картина. И меня всегда удивляет, что, когда я сделаю такую картину, почему я их не делаю? Я, по сути, их могу делать каждый день. Ну, на самом деле, я иду к этому, стараюсь к этому прийти. Чтобы там, не знаю, утром встал и так написал картину. Дальше уже какие-то дела делаешь. То есть, быстрые такие работы делать. Как можно чаще. Уже зубы чуть-чуть прописываю, смотрите, тоненькой кисточкой. Обязательно затемните. Сейчас зубы, смотрите, смотрятся, как в один ряд. Десны я по бокам затемнил. Сейчас буду зубы немножко затемнять. По крайней мере, наверняка должны затемнить. Да, вот, смотрите, начинает чуть-чуть. То есть, вы должны понимать, что у нас это же не в один ряд зубы. Они у нас стоят. Закругленная такая челюсть. Поэтому нужно по бокам обязательно затемнить. И вот я немножко все уже затемняю. Вот, собственно, это видео у меня такое цельное. За один раз я записал. И, возможно, я что-то подправлял по мелочам потом. Но, в целом, уже здесь все готово практически. Надеюсь, это видео было вам полезно. У меня, на самом деле, много собралось таких видео. Просто все они доходили, руки для того, чтобы озвучить их. Собственно, вот эта картина очень хорошо подойдет для обучения. Она довольно-таки простая. Здесь нет глаз. И довольно быстро можно получить результат. Плюс сам сюжет довольно яркий, позитивный. Можно спокойно, ну, картину такую будет подарить или повесить у себя. Ну, и на этом, собственно, заканчиваю. Вам удачи. Творческих успехов. Больше экспериментируйте. Редактор субтитров А.Семкин В. В. Продолжение следует...